Зритель часто думает, что у него есть выбор, но на самом деле нет. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг и сегодня я покажу вам простейшее навязывание, которое называется Cross Cut Force и с помощью этого навязывания фокусник смог обмануть актера из иллюзии обмана. Посмотреть демонстрацию с фокусом вы сможете по ссылочке в описании или в подсказке. Ну и мы сейчас разберем полностью как все это делается. По сути нужна всего лишь одна техника, так что поставьте лайк и мы начинаем. А перед тем как перейти к обучению хочу посоветовать тебе канал Piffleman Magic. Молодой, опытный, амбициозный фокусник, научит тебя поистине мощным фокусом. У него есть даже обучение на Classic Pass, которое длится 26 минут. Он действительно заморачивается над своими видео. Приятная картинка, шикарный монтаж и конечно же подробное обучение. Если ты хочешь видеть в своей ленте топовые обучалки на топовые фокусы, переходи по ссылочке в описании. Навязывать мы будем Туза Пик, вот эту вот карту. Она у нас должна лежать сверху колоды. Для начала разберем навязывание, а потом как уже показывать сам фокус. Навязывание простейшее. Мы даем зрителю подснять колоду карт в любом месте. Именно говорим, в любом месте подсними. Он подснимает половинку и мы сразу в этот момент, как только вот он убрал пол колоды, хватаем в руку вот эту колоду. Делаем небольшую паузу и вот эту пачку, которую мы схватили, то есть нижнюю, мы кладем вот так вот, накрест. После этого опять же делаем небольшую паузу и говорим, смотри, карта на которой ты подснял, запомни ее. Разумеется, это не карта, на которой подснял зритель, это верхняя карта колоды. Но после того, как мы делаем нужные паузы и зритель уже не замечает всего происходящего, он просто расслабляется, он подснял в любом месте, в любом. А ему уже не важно, какую он карту будет запоминать, эту или эту. Он уже не разбирается, где верхняя, где середина и так далее. То есть мы просто навязываем ему верхнюю карту в колоде. Давайте еще раз объясню, как это делать, прям именно подробно, с таймингом. Как это происходит? Смотрите, мы положили колоду, у нас карта сверху колоды. Мы просим зрителя подснять в любом месте, говорим, что это произвольное место так, тем самым как бы уводя его вообще от того, где вверх колоды, где низ, не обращая внимание на эти стопки, просто мы спрашиваем, ты же мог подснять в любом месте, так? Не связываем это с колодой, а просто обычный разговор. Поднимаем нижнюю пачку и кладем вот так накрест. Говорим, я вот так вот положу накрест, чтобы мы видели, на какой карте ты подснял. И акцентируем внимание вот на эту карту, что он подснял на ней. То есть что произошло? Зритель для себя подснял в любом месте, то есть выбрал случайную карту, якобы. Разумеется, это верхняя карта, но зритель об этом подозревать не будет. И мы ее уже, получается, знаем заранее. Отсюда и получается вот этот фокус с якобы чтением мысли. Показали, он ее запомнил, убрал в любое место колоды. Нам вообще без разницы, может мешать, не мешать, это абсолютно не важно, так как мы изначально знаем, что это туз пик. Далее, что нам нужно сделать? Все просто, начинаем играть со зрителем, как бы по его поведению пытаемся отгадать карту. Говорим так, черное или красное, черное или красное. Ага, ты там дернулся или моргнул на слове черное, значит твоя карта черная. И также выбиваем из него, разумеется, цвет, масть, значение и так далее. Потом уже называем полностью карту. Именно нужно потренироваться, чтобы у вас вот это вот подснятие, которое зритель делает, выглядело естественно и спокойно. Вы должны показывать его просто и непринужденно. Вот. Он подснимает выдох спокойненько, не задумываясь о том, что он запалит, что вы вот так вот поставили стопки, что он подумает, что это не та карта, на которую он подрезал. Просто надо делать это спокойно. Это абсолютно простое подснятие, но при этом оно очень такое незаметное для обычных зрителей. Вроде кажется, что это за ерунда элементарно вообще, но оно идеально работает. Зритель не думает, что может быть все так просто, и поэтому он реально думает, так, ну подснял, да, значит, здесь я вроде как и подснимал. Вот, в принципе, и все. Если вы хотите увидеть больше навязываний, форсирований, неважно, на моем канале, просто напишите об этом в комментариях. Если будет много комментариев, сделаю более сложные, более интересные и редкие навязывания. Обязательно поставьте лайк этому видео, также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые фокусы. С вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи, всем пока!